Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал, меня зовут Антон Эс, на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, хочу напомнить, у меня есть мой основной канал, видео выходит каждую субботу, в эту субботу вышло гадание на Шепса, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Кто пропустил, у меня гадание выходит на карты, которые каждую субботу. Ребят, кто энтузиаст второй, кому нравится такого толка, интересные разборы публичных людей, переходите на мой основной канал, там мне очень-очень интересно. Сегодня Собчак взял интервью, посмотрел я это самое интервью у Стаса, ай как просто. Когда я увидел это интервью, я подумал, ну наконец-то я начну смотреть заново Собчак. Потому что давно не смотрел Собчак, ничего не интересно, новости ее мне не интересны, приелась мне Собчак. И я думал, это самое интервью, Ксюш, ну правда, я надеялся будет что-то очень интересное. Знаете, что интересно? Милые мои, прошу прощения за то, что сказал слово интересно, хотя мне было абсолютно неинтересно 150 раз, но тем не менее. Когда берется интервью у кого-то, интервьюер должен держать удар. И когда гость на интервью переводит стрелки, а это Стаса как просто делала регулярно и постоянно, он ей на ее вопрос задал вопрос, и Ксюша Собчак начинала давать свою какую-то позицию, свое какое-то мнение. Интервьюер всегда должен это отсекать, пересекать, моментально. Гость не должен задавать вопросы, потому что нам неинтересно мнение Ксении Собчак, нам интересно ее гость и мнение этого гостя. Ну по факту это так, да? По факту получилось просто жаба с гадюкой, конечно, Стаса как просто умеет держать удар, и Ксения Собчак, как оказалось, нет. И вот пол этого самого интервью, размышления о политике, Стаса как просто уходит от любой темы, сваливается на референсы из-за первой революции, отношения всего мира после Второй мировой войны к Германии, лидерами разных стран. То есть он очень легко манипулирует всем, чем хочешь, и не лезет в карман за словом. Ну правильно же, какой должен быть блогер, да? Он сам сказал, у меня плохое образование, и поэтому я не совсем понимаю, чей был Крым, когда я туда ездил. То есть вот до такого. Это, конечно, феномен блогерства, когда люди без правильного образования, без нужд, вообще без всякого образования, могут толкать свою позицию, гражданскую позицию, свое видение на миллионную аудиторию, не держа никакой ответственности за то, что они говорят, потому что они не обязаны. И это, на самом деле, так и есть, да. Но по факту, какой бы он ни был необразованный, как он сам же сказал, умел держать удар. И засунул он, как оказалось удивительно, да, Ксению Собчак за пояс. Вот уж кто не думал. Я думал, что он не полезет в карман за словом, и он это показал. И Ксения Собчак чуть ли там не распиналась. Шикарно он, конечно, протащил ее по гуру марафонов Елене Блиновской, после чего, значит, негативно он отнесся к Блиновской. И все, на самом деле, отнеслись негативно к Блиновской. И после того, как Коносова узнала, мы обсуждали это вот в этом самом видео, по этой ссылке можете пройти посмотреть, что интервью у Блиновской, это была часть прогрева к курсу самой Собчака. Я, конечно, обалдел от всего, от этого, но, цитата Стаса, «Я бы ни за какие бабки не стал выступать на корпоративе Блиновской, потому что она губит огромное количество жизней. Люди у нее от рака лечатся, она и беременности способствует. Если ты где-то выступил за деньги, то, получается, ты пиаришь этого человека». Так он обратился к Собчак с обвинениями. «Ты Блиновской выражала уважение, говорила, что она офигенная, ты берешь деньги с обманутых людей». На что Собчак ответил следующее. «Я где-то говорила, что Блиновская офигенная марафонистка». Я не говорила. Мы просто взяли у нее коммерческое мероприятие, на тот момент Блиновская честно зарабатывала свои деньги марафонами желания шариками в небо. Собчак, ты себя слышишь? Блиновская в какой-то степени на какой-то момент зарабатывала честно деньги. О том, что сказал Стаса, ай, как просто, что люди больные раком покупали у него марафон желания, чтобы вылечиться от рака. Это ты называешь не введение в заблуждение общественности, а ты это называешь честно зарабатывала свои деньги. Никакой рак она не лечила. Я не вижу в этом ничего аморального, чтобы выступить у человека, который советует отпускать шарики в небо. Человек просто всю жизнь копил, чтобы мы с Сургантом выступили. Она всю жизнь копила, чтобы ты, Собчак, с Сургантом у нее выступили. Ох, ребят. Уши вянут, когда Собчак нечего сказать, и она, оказывается, несла эту всю ересь в массу. Вы, конечно, можете сказать, что это сарказм и шутки от Ксении Собчак. Но в данном случае, в данной ситуации, Собчак, ну не знаю, в каждой шутке юмора есть своя чуточка правды, да, Ксюша? Просто Стас Айкак просто все понятно. Знаете, на момент, когда сносили у него его каналы, у меня был огромный вопрос. Вопрос непонятно было, почему снесли у него каналы, да? Сейчас все становится на свои места. Сейчас все становится на свои места и с Лебедевым, у которого четкая гражданская, прокремлевская позиция. Ну и Стас Айкак просто здесь вообще комментировать нечего, потому что сейчас Стас Айкак просто работает у Владимира Соловьева в той продакшн-компании. Он соведущий, знаете, Соловьев для молодых, так его называют. Можно очень много рассуждать и грозиться кулачка. Я против, ребят, я честно, я против блокировки канала. Я считаю, то, что делает YouTube, он должен, по идее, в теории, да, разрешать людям разных политических взглядов, разных. Здесь сложная тема, да, пропаганда и иная точка зрения. В случае со Стасом Айкак просто, ну, видимо, все сложнее, чем то, что мы знаем, понимаете? А вот, а сложно мне было смотреть на скандал между двумя. Скандал, был скандал, да, и он скандал был незанимательный, он был неинтересный. А просто люди пришли и поругались. И Собчак не смогла держать удар, как интервьюер со сложным гостем, назовем это так, да. Могла держать удар, но не смогла. Ну и, конечно, серьезно, Блиновская, честно, зарабатывала деньги. И ты, Ксюш, не видишь ничего, правда, ну, то, что ты не видишь, Ксения, ничего плохого в том, чтобы взять у нее деньги. И это, милая моя, мы так, этим ты не удивила никого, да? Здорово, да? Какие пропагандисты? Да ты пропагандист, так говорит Стас Айкак просто. Самый Собчак, такой, знаете, опущенный на лицо. И вот, знаете, как Тузик Грелко. Это было занимательно смотреть вначале. Потом я уснул, но, тем не менее. Кто посмотрел это самое интервью, давайте пообщаемся в комментариях. Как забавно. Это было все забавно. Охрюкалась так после концерта, хорошее настроение очень было. Ну, у меня мой Николай, директор, удалил все мои сторисы, потому что сегодня с утра смотрю, ничего нету. Вот. Очень переживает он, думает, что я, наверное, перебрала. Но я от своих слов абсолютно не отказываюсь. Единственное, что, видимо, у меня такие дефекты фикции были. Ну, сейчас я посмотрел в новостях, что я даже Мизульну почему-то Мерзульной назвалась. Вот здесь ошибочка вышла. Ну, вот видите, даже как это сейчас с этим... Господи, как это? Фильтр. Так фильтр у меня вчера тоже работал на голосе. Вот там ребята просто... Они в это время с вами греют свою ж... В Дубае. Все, там, деньги все спустили, теперь обратно. Давай, типа, можно вернуть. Мально все, уже можно, типа. Ну, это какой-то... Ну, просто вот ты хотя бы уважение отдай, там, ну, вот людям, погибшим этим всем ребятам. У тебя совесть должна быть, скотина. Ну, это как вообще возможно? Хитро. Вот и сидите, грейте свои ж... Вонючие. В Дубае. Тут никому не нужны. Мне даже интересно, вот если их обратно сейчас примут, да, всех... Мне вот интересно, люди вообще пойдут на одни концерты? Мне просто вот вопрос огромный. Если пойдут, ну, здесь уже тогда вопрос ко всем. Ты это полный... А это значит у нас бухая слава, милые мои. Вот в этом видео мы обсуждали это самое дело по этой ссылке. Можете пройти и посмотреть, где она в невменяемом бухом состоянии. Ну, ей говорят, я была пьяная. Я была пьяная в Зюзю, да. Назвала Мерзулину, Мизулину, Мерзулиной, да. Ну, оговорка по Фрейду, которая была крайне уместна. Она сказала, что никакие свои слова она забирать обратно не будет. И что она все сказала правильно, она все сказала замечательно. Ребят, здесь вопрос неправильный и замечательный. Я был в шоке от того, какое огромное количество людей под моим тем самым видео, в котором я осуждал поведение пьяной женщины. Мне написала одна сплетница в комментариях. Самое ужасное по мнению ее отца. Она цитировала своего отца, когда бухая тетка начинает отопить зоополитику. Это действительно выглядит страшно. Это выглядит просто безобразно. А в случае со Славой, я знаю алкоголиков, я знаю женщин-алкоголиков, да. И женский алкоголизм, он страшен в том, что он вербален. И когда ты видишь таких людей, ты понимаешь, что Слава не закончит пить. То, что у Славы серьезные проблемы с алкоголем, это правда. Это реально правда. И знаете, удивительно, ты ставишь мухую в Зюзю. Славу, комментирующую поведение. А люди, ой, у тебя все вокруг алкоголики, потому что ты сам алкоголь. То есть бухая тетка в инстаграмчике, бухая. То есть она говорит, я пью. Я реально, блин, пью и выхожу с этим самым, с житейской мудростью в инстаграм. Она для вас не алкоголик? Самое страшное, когда женщина алкоголик, и она это отказывается принимать. И она отказывается лечить себя. Да, я свои слова, я патриотка. Упаси Боже. Знаете, дискредитация всех патриотов, блин, Российской Федерации. Ну что, скажите, что я не прав, дорогие мои. Вчера было 5 июня. Сегодня день рождения у Юли Барановской, день рождения, да? Одна из самых достойных женщин нашего телевидения. И вообще всей страны. Не понимаю, как она успевает воспитывать троих подростков практически в одиночку. Вести самые популярные передачи НТВ. Помогать беженцам регулярно ездить в зону боеводействия. Проплаченная тема, да? Вы знаете, мне интересный момент. Что Барановская человек абсолютно ужасный. Вы знаете, я не отошел от того самого выпуска, когда сам федеральный канал вырезал ее крики и вопли, когда она нападала на парня, парикмахера, дорогие мои, у которого парикмахерская для детей с ограниченными способностями. Она называлась не то дьявольская парикмахерская, не то адовая парикмахерская. То есть он сделал это с юмором, преподнес эту самую информацию. Не информацию, а свой бизнес. У него очень сложно все. После этого скандала он уехал вообще из России. И Барановская на него. Вот этот вот, знаете, вы знаете, самое ужасное, когда женщина... Я сексист, да? И сейчас мы говорим про женщин, когда женщина... Это самое ужасное, когда женщине отсутствует какая бы то ни была культура. Это же ужасно, когда женщина давит тоном, являясь, считай, лидером своего телевизионного шоу. И по факту, да, ты вроде как не можешь ее перекричать, потому что она заваривает вот весь этот банкет, да? Ее вопли, ее отношение к людям. Знаете, более человека ненавистического существа, чем Юлия Барановская, я никогда не видел. Я понимаю, к ней приходят маргиналы. Я понимаю, к ней приходят люди, у которых реально жизнь по одному месту пошла, да? Ну можно спокойно держать какой-то ля-класс, да? Взяли тетку из народа. Хотя что мы хотим здесь, дорогие мои? Юлия Барановская, пример для подражания. Юлия Барановская ездит на линию фронта, мировые мои. Юлия Барановская, вам охарактеризованным словом, Юлию Барановскую. Юлия Барановская, бывшая жена футболиста. На этом все вопросы к Юлии Барановской должны отпасть автоматически у всех. Ничего больше интересного от Юлии Барановской, кроме как вот этой дворовой правды жизни, вы не узнаете и не услышите никогда. Замечательная женщина российского телевидения ужасна, когда во гигантской стране такие патриоты, как Слава, и такие журналисты, как, прости господи, Юлия Барановская, которая без слез не взглянуть на это все. Года три или четыре назад, да, дорогие мои, кто не знает, у нас сплетни выходят каждый божий день. Да, и вот столько папочек у вас сплетников, работоспособный человек. Ну вот в этом самом видео, это был моно-выпуск про Тиля Линдемана, по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Мы тогда разбирали огромный скандал абьюза женщин. Мы тогда просто в деталях, как у меня девчонки, непосредственно девчонки. Первое рукопожатие. Люди, которые спали в его кровати. Говорят, все утыкано в веб-камере. Ребят, посмотрите моно-выпуск, он просто самый настоящий огонь. И вот сейчас опять возникла проблема у лидера Рамштейна Тиля Линдемана. Говорят, что он опять начал с помощью насилия. Берет девушек, прикладывает к ним руку таким образом, что они потом ходят с синими лицами до такого, да. И вот сейчас говорят, что Рамштейн как группа распадается. Значит, после обвинения фронтмена этой самой группы в домогательствах, а издатель уже отказался от его книг. То есть там серьезная тема была, да. Значит, теперь фирма Kippenhoer и Wittsch решили разорвать сотрудничество с лидером Рамштейн после многочисленных обвинений. Ранее они издали его книги. И, значит, по немецкому названию две книги он выпускал с этим самым издательством. И позавчера немецкий таблоид Bild выпустил материал с заголовком. Рамштейн распадается. Выдержка этого самого материала, манера поведения фронтмена группы вызывает много споров участников группы. Издание также пишет, что, хотя никто из музыкантов не комментирует обвинения по слухам, вопрос о распаде группы обсуждался. А первые намеки на это появились примерно в момент выхода альбома Zaid в 2022 году. Знаете, ужасно, да. Опять же немножечко про лицемерие и патриархальное отношение с позиции патриархального общества к таким маргиналам от шоу-бизнеса, как Тиль Лендеман. Я обожаю группу Рамштайн. Мне очень резонирует его черная, темная эстетика. Я обожаю его. То, что он делает, они уникальны в своем случае. И это тот самый случай, когда не нужно знакомиться ближе с художником. Я постоянно это говорю, чтобы не быть разочарованным в его творчестве. Но когда из года в год, ребят, из года в год насилие над женщинами, отношение к женщинам крайне потребительское. Ты берешь то, что хочешь. Женщины сгоняют табунами, прикладывают руки, делают с ними что хотят. Про запрещенку мы вообще молчим. Я так много сидел и думал. На этой ситуации мы говорим здесь про Германию. Мы здесь говорим про оплот демократии. Мы здесь говорим про свободное общество, которое полицает ужасное потребительское отношение к женщинам. И когда из года в год такое отношение, когда из года в год вот такое вот просто над законом живет мужик, я думаю, а где те законотворцы? А где те люди, бледущие закон? Где полицейские? Почему его элементарно не сажают и не везут на допрос? Ребят, это наше расследование, моно-расследование от девчонок эскорта из России. Он обожает Восточную Европу, он обожает россиянок и украинок. Он просто мотался как, блин, маятник в Россию дать концерты. И параллельно с этим пожить свою жизнь как потребитель женского внимания, тела, все, что хочешь. Все, что делал Тиль Лендеман, нарушало огромное количество законов. И вот сейчас, спустя три года после этого нашего расследования, опять то же самое. И знаете, я в чем уверен на все сто процентов, что ничего не менялось за эти три года. Вел так же себя всегда. И думаешь здесь, да, когда вон хватают каких-то там поставщиков, малолеток к миллиардерам и сажают в тюрьмы. А здесь считают то же самое. Потребитель, женщин. Да, сейчас же уверен. Миллион людей напишут в комментариях, какой он замечательный человек. И какой он восхитительный дядя. У нас женская аудитория, да, и самое ужасное, когда женщины, милые мои, поддерживают таких вот монстров, потому что любят, любят их творчество, да. Ужасно, милые мои. Это все ужасно. Интересный момент. В Австралии снимают ремейк моего любимого офиса. Кто не знает, у офиса оказывается 13 адаптаций. Я британскую версию не смотрел. Моя любовь на все времена, которые я могу пересматривать в любое время постоянно, это американский офис. Господи, боженька ты мой. Стив Карелл, это просто легенда. Он просто восхитителен. Он восхитителен во всем. Девочки, я не люблю старых мужиков, но для Стива Карелла я бы сделал все. Он просто восхитителен. И, значит, в Австралии сейчас снимают ремейк офиса, дорогие мои. Значит, действия разворачиваются в постковидный период. И начальница Ханна Ховард узнает, что подконтрольный ей филиал компании закрывается. Да, то есть тема типичного офиса. И она предпринимает меры, чтобы сохранить офис. Роль Майкла Скотта досталась юмористке Фелисити Уорд. Фанаты ситкома тяжело воспринять эту информацию, но как это так. Босс женщина. В комментариях сплошные гифки с возмущенным Стивом Кареллом. Вы знаете, мне не нравится идея женщины-босса в сериале Офис. Но не потому, что ей не нравится идея женщины-босса. Фелисити Уорд, она восхитительный комик, милые мои. Но мне не нравится... Я... Сейчас. Я сейчас сформулировал мою мысль. Я очень огромный консерватор. Если мне что-то нравится, если вот мне нравится пицца дьявола, я буду ее есть только всегда в одном месте. Если вот в этой пиццерии пицца дьявола идеальна, я никогда не буду пробовать никогда ничто другое. Возможно, даже в разы вкуснее мои любимые дьяволы. Я буду заказывать такую пиццу дьявола, потому что я консерватор. Если мне что-то нравится, это должно быть только это. Я не знал, что 13 адаптаций сериала есть, потому что я был влюблен и в Дуайта, и в Стива Карелла, в образе Майкла Скотта. Я огромный консерватор. И я понимаю вот это возмущение, потому что слишком любим американский офис. И слишком тяжело от этой вот идеи, от этой вот мысли, что офис будет возглавлять женщинам. Интересно, слушайте, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, сейчас я посмотрел сериал... Не посмотрел. Я посмотрел на HBO. Уже вчера вышла первая серия сериала, который называется Кумир. The Idol. Слия Роуз Депп. Это дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради. И The Weeknd. Он там тоже в главных ролях. Огромные скандалы вокруг этого сериала. Я напомню, это от создателей Эйфории, которую я не смог посмотреть более одной серии. Говорят, вроде как, легкая адаптация жизни Бритни Спирс. Вроде как. Это вопрос остается открытым. Значит, несмотря на пятиминутные овации на Каннском кинофестивале, проект получил разгромные отзывы. Обвинили создателей в том, что они сделали ставку на наготу в кадре и провокационные сцены. И очень низкие, на самом деле, рейтинги получил HBO. Речь идет о том, это, знаете, такой спойлер, не спойлер, но тем не менее, девчонка хочет сама выпускать собственный альбом, в котором она не уверена. И все это приводит к нервному срыву во время гастрольного тура. Повторюсь, опять же, отсылки к Бритни Спирс. И, значит, раскрывают персонаж Тесфай и Тедерс в первом эпизоде очень мало. Однако подруга говорит, что от него исходят флюиды, вроде как насилие над женщиной. И что от этого все играет. Вы знаете, интересный момент. Люди задаются с вопросами, почему, цитаты, у Джуселин всегда голая пятая точка. Что я вообще сейчас смотрю? Кумер настолько плох, что даже выглядит смешно, да? Не нравится, что героиня Лили Роуз Де постоянно смолит одну за другой. Что у нее это самое проявляется каждые две минуты. И даже в тот момент, когда ее мать уходит из этого мира, от рака, она все равно сидит и смолит сигаретку. Есть некоторые, значит, мысли положительные по этому поводу. Цитата. Мои мысли при просмотре первой серии кумира. Неплохой пилотный эпизод, дающий нам примерно взгляд на то, что происходит в шоу. Лили Роуз Депп сыграла просто великолепно. The Weeknd очень хорошо показывает угрозу и таинственность Тедроса. Вы знаете, здесь интересный момент. Я думаю, я не смотрел. Я в предвкушении. Я смотрел трейлер, меня он захватил. Поэтому сейчас после съемки этого самого эпизода сплетен, я сяду и посмотрю первую серию. Ненавижу, блин, HBO за то, что не выкладывает, как Netflix, полностью весь сериал. Я посмотрю. И у меня уже после просмотра и трейлера, и отзывов, и суббурной, противоречивой реакции Каннского кинофестиваля, у меня здесь мнение одно. Я думаю, здесь идет эффект блондинки. Блондинка — это сериал на Netflix, не сериал, а фильм, где говорили об ужасных реалиях Голливуда и Мэрилин Монро в условиях этого самого Голливуда. Жесткий шоу-бизнес, да? Знаете, сколько угодно. Можно говорить про то, что это ужасно, как показывают женщины. Это ужасно то, что она постоянно смолит. Это ужасно, что она постоянно обнажена. Это ужасно отношение потребительских женщин. Это ужасно увлечение алкоголем и запрещенкой. Это все правда. Но, дорогие мои сплетники и сплетницы, я знаю, меня смотрят шоу-бизнесы. Я знаю, что меня смотрят люди, соприкасающиеся с шоу-бизнесом. И я уверен, они подтвердят, что реалии и шоу-бизнесы, и тусовки, и реалии этих самых людей, которые вертятся в этом загадочном мире в алкогольной дымке больших денег, возможностей и славы, он еще страшнее, он еще суровее, он еще безобразнее, чем то, что показали в этом самом сериале, который называется Кумир. HBO, я посмотрю, я такое люблю, и я надеюсь, срезонирует, потому что давненько я не смотрел на что. Знаете, что смотрю сейчас на Netflix? Второй сезон, битва, называется Barbecue Chef, Barbecue Showdown, так называется. Боже мой, как же они вкусно жарят барбекю? Девки, без шуток, сижу, смотрю, как жарят стейки, как правильно жарить креветки, как они дерутся за звание лучшего барбекю, питмастер называется, человек, который заведует барбекю, вот этой темой, в Америке. Восхитительный материал, если вам нужно разгрузить свои мозги. Да, кстати, девки и парни, не скупитесь на лайки. Это абсолютно ничего не стоит вам, милые мои, но лайки очень помогают нам продвигать наше видео в сложном мире Ютуба. Огромная благодарность всем, кто шлет нам донаты, я обязательно оставлю ссылочку на мой бусте в описании, и когда вы шлете нам донат через бусте в форме нашей благодарности, я записываю для вас эксклюзивное для вас мини-видео, поздравления, привет от Антона Эсс, может быть, поздравились с днем рождения или годовщиной. Наша форма благодарности за ваши донаты, потому что благодаря вашим донатам мы производим видео на этом канале каждый божий день. Люди пишут, черт возьми, как же не стыдно просить донаты. Ребят, мне не стыдно просить донаты, потому что я работаю каждый день, чтобы вам было что посмотреть в течение 20 минут. Самая свежая выжимка, сплетен и новостей, и если для вас это стыдно, то я тоже хочу жрать иногда. Вот, поэтому, ребят, честно, от всей души благодарю всех, кто становится спонсором, всех, кто кидает донаты через суперспасибо, ну и, конечно, за Бусти отдельно вам. Всем спасибо, ребят, благодаря вашей любви и поддержке. Я понимаю, что наше дело, сплетен, оно находит отзыв у вас. Я вас обожаю, сплетники. Спасибо всем за поддержку, спасибо всем за финансовую поддержку, спасибо всем, кто приходит сюда и ставит лайк и подписывается на этом канале, потому что у нас здесь очень-очень интересно. Дорогие мои сплетники, все узнаете на этом канале, мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Продолжайте поддерживать приюты, продолжайте поддерживать бездомных животных, продолжайте поддерживать волонтеров, потому что мы замечательная комитет, которая никогда не проходит мимо страданий братьев наших меньших и доказывает всему миру каждый божий день, что мы сплетники, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии, всем за спонсорскую поддержку, низкий поклон и Огромная благодарность Спасибо всем, кто заходит пообщаться с папочкой сплетников 20 минут самого интересного здесь Я вас обожаю, сплетники Увидимся обязательно завтра Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok